Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» мы встречаемся для того, чтобы глубже осмыслять Священное Писание. Сегодня вашему вниманию хотелось предложить отрывок из Евангелия от Луки, из 7 главы. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлёг. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосы волосами главы своя, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. «Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думай, тот, которому больше простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги, ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. И потому сказываю тебе, говорит Господь, обращаясь к хозяину дома, к фарисею Симону, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи твои». И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Сегодня хотелось вашему вниманию, дорогие друзья, некоторые размышления предложить на тему от только что прочитанного евангельского чтения. Спаситель заходит в дом фарисея. Фарисея – это такая была своего рода каста, если выразиться в современном языке, такое сообщество среди иудейского народа, которые очень тщательно старались соблюдать ветхозаветный закон Моисеев, и немалую вниманию уделили как раз соблюдению всех внешних обрядовых форм. В том числе старались следить, чтобы не прикоснуться к чему-то, что нечисто, омывать руки перед тем, как сесть за трапезу, придя с рынка из каких-то общественных мест тоже омываться и так далее. То есть множество обрядовых форм. И вот один из таковых пригласил спасителя к себе в дом, и Господь входит в его дом, входит со своими учениками. И вот женщина, которая была великой грешницей, приходит также в дом фарисея, и, как вот мы только что слышали, лишь встав позади, с плачем обливала своими слезами ноги пречистые спасителя, и волосами главы своей отирала, и мазала вот этим драгоценным алавастровым миром. И вот этот фарисей подумал в себе. В любом другой, наверное, в любой другой ситуации, как их было немало, мы читаем в Священном Писании, фарисеи могли упрекать спасителя прямо открыто, и даже обвиняли его, что он творит чудеса, силу и вельзивола князя Бесовского. Но здесь фарисей подумал в себе, что если бы он был действительно пророк, он бы знал, какая женщина к нему прикасается, потому что она грешная. То есть фарисей в данном случае вслух сначала не выражает свое негодование, но внутри, в сердце своем, как бы обличает спасителя за то, что он, возможно, он совсем не тот, за кого его почитает народ. Если бы он был действительно пророк, уж такие-то вещи он знал бы, кто к нему прикасается, к нему прикасается великая грешница. И смотрите, дорогие друзья, как мудро, как деликатно, как смиренно, как тактично, вот скажем, современным языком, спаситель вразумляет этого фарисея. Он говорит, Симон, я имею нечто тебе сказать. И приводит притчу. Притчу настолько понятную и наглядную, что хозяин дома, фарисей, сразу из этой притчи понял, что если есть два должника, ни тот, ни другой, несмотря на разницу своего долга, не могут заплатить, и взаимодавец прощает обоим, то совершенно логично, что тот, которому больше прощено, он больше полюбит, возлюбит, будет иметь чувство благодарности, какой-то признательности к своему взаимодавцу. И спрашивает, кто больше возлюбит? Симон отвечает, тот, кому больше простил. И указывая на женщину спасителей, как раз приводит примеры ее жертвенной любви, ее внимания, которую не проявил хозяин дома, пригласивший спасителю в свой дом. И на первый взгляд может показаться, что любовь человека к Богу напрямую зависит от того, какую меру долга Господь ему прощает. Но на самом деле, и святые отцы церкви на это обращают внимание, что на самом деле, с чего начинается вот Евангелие от Иоанна, вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. То есть, первоначально Бог возлюбил человека. И в другом месте Евангелие от Иоанна, святой апостол, евангелист Иоанн, как раз и говорит, что он первый возлюбил нас. Именно любовь Божия, это как бы первый такой жест, первое движение со стороны Бога в любви к человеку, а любовь человеческая, это уже благодарное чувство, ответное. Поэтому можно предположить, и у некоторых святых отцов есть такое, есть такие мысли, что именно это была женщина та самая, которая упоминается в 9 главе Евангелия от Иоанна, которую привели, взятую в прелюбодеянии, привели для того, чтобы публично, опять-таки, как эта цель неоднократно ставилась, с парисеями спасителя обличить. Они ее привели и говорят, учитель, Моисей повелевает побивать камнями всех взятых при любодеянии. Вот эта женщина взятая при любодеянии, ты что скажешь? Как бы ставит такую, как бы, дилемму. Или он скажет ее простить, отпустить, покрыть этот грех, значит, он поступает против явного положения закона Моисеева. Или скажет побить ее камнями. Наверняка, они с радостью это бы сделали в присутствии всего народа, чтобы показать бессердечие, жестокость, вот столь почитаемого и столь ненавистного для них галилейского пророка, как они говорили. И у святых отцов есть такое предположение, что, возможно, это была та самая женщина. И когда Господь сказал приветшим ее, кто из вас без греха первый бросит в нее камень, они все разошлись. И вот именно здесь эта благодарная женщина, она вновь приходит и свою благодарность таким вот образом проявляет. Вот есть одно из таких, скажем так, толкований взглядов на вот эту женщину. И здесь и Господь в конце вот этого евангельского чтения, которое я вам сейчас зачитал, Он как раз и говорит, прощается тебе грехи твои, вера твоя спасла тебя, иди с миром. И как созвучно вот это евангельское чтение с посланием святого апостола Павла к филиппийцам. Послание к филиппийцам в 4 главе святой апостол Павел говорит, «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это, говорит апостол Павел, не потому, чтобы я нуждался, потому что я научился быть довольным всем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насчищаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе». И далее апостол Павел говорит, «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». И заканчивает вот это свое послание, вот эту главу, апостол Павел такими словами, «Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все избыточество и доволен. Получил от Ипофродита, посланное вами как благовонное курение, жертву, приятную, благоугодную Богу. Бог да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе Иисуса Христом, Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь». В чем созвучны слова святого апостола Павла с услышанным нами ранее Евангелие, что Господь по своей любви прощает человека. Именно ждет Господь от человека, которому прощает великое множество грехов. Господь ждет именно как жертву благоприятную. Господь сам ни в чем не нуждается. Но ждет как благоприятную жертву именно проявление человеческой веры, человеческого благоговения, человеческой благодарности. И именно вот эта притча, притча как раз приведенная Симону Фарисею и показывает, как важно всем нам помнить. Собственно, это, наверное, пожалуй, главный вывод. Всем нам помнить, что нам Господь простил не пятьдесят, а пятьсот генариев. Что мы не во оплатном долгу перед Богом и свою благодарность проявлять Богу во всех видимых, таких вот явных проявлениях своего благоговения и любви к Богу. Давайте над этим задумаемся, дорогие друзья. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok